Академия футбола РАПИД Новым подходом тренировок проводят набор детей с 4 лет Занятия во всех районах Брянска Здесь учат играть в футбол Подробная информация на сайте fkrapid.rf Или по телефону, который указан на экране Этот выпуск спорт-арены по-настоящему символичен И вот почему во Всемирный день футбола Мы и будем говорить о самой популярной игре на планете Мы подведем итоги прошедшего 75-го по счету Чемпионата Брянской области по футболу И разберем шансы команд в преддверии стартующего нового мини-футбольного сезона А помогать мне в этом будут главный тренер футбольного клуба Александр Дядькова, серебряного призера областного чемпионата Игорь Анатольевич Хорошев Здравствуйте Здравствуйте И экс-динамовец, чемпион Брянской области по футболу Капитан Белобережского мебельщика Олег Шлютов Олег, привет Здравствуйте И прежде чем перейти вот уже непосредственно к интервью Я предлагаю нашим гостям, нашим зрителям Посмотреть отрывок из интервью, который мы записывали еще в апреле этого года Тогда у нас в гостях были известный наставник Давид Бандович Коридзе И вот как раз Вадим Минич Игрок Игоря Анатольевича Хорошева И тогда Коридзе вот такой прогноз дал по поводу того, кто войдет в тройку призеров областного чемпионата Давайте посмотрим Прогноз Или хорошо, хорошо, призеры Вот тройку призеров, не важно как вы сейчас их назовете Но это не будет призеров Хорошо Я скажу Мебельщик Дядькова Кокин Я думаю И вот действительно по итогу сезона места так и распределились Чемпионом области по футболу стала команда Мебельщик Белые берега Набрав 80 очков Второй стала команда из Дядькова Александр И третьими стали Кокинцы Команда БГАУ И вот теперь вопрос Это вот так известный наставник Коридзе Угадал с призерами Или вот именно эти три команды были на голову выше всех остальных в этом году, в этом сезоне Игорь Анатольевич Я считаю так, что те команды, которые оказались вверху Они достойно выступили в этом сезоне И естественно по игре смотрелись сильнее, чем другие команды Почему Мебельщик Белые берега стал чемпионом? Во-первых, они уже не один год идут к этому У них одинаковая стабильность какая-то в составе И в финансовом плане они стабильны А у нас в этом году, только в первый год мы с какими-то там финансовыми выступаем Поэтому результат такой, да? Какой он есть Вот как сказал уже Игорь Анатольевич Да, действительно команда из Белых берегов шла долго Долго и упорно И добилась впервые вообще в своей истории Вот этого звания как чемпион Брянской области по футболу 140 мячей вообще забила команда по ходу этого сезона Это вообще лучший показатель, насколько у нас есть статистика в истории всех чемпионатов Ну вот Олег, теперь вопрос к тебе Вот вообще чем для тебя запомнился минувший чемпионат? И насколько вообще было интересно принимать в нем участие? Во-первых, каждый сезон любой футболист, как и я своим ребятам, коллегам говорил в команде Надо ставить цели И в этом году мы поставили цель Ну поставило и руководство цель И мы себе каждый был в раздевалке разговор Ребята, надо идти к победе Вот И понятно, что это там не первое, например, мое чемпионство Но мы же не молодеем Мы прекрасно понимаем, что наши понемножку года идут И как спортсмен в душе хочется ставить постоянно максимальную цель Будет время, когда уже будем играть чисто для себя немножко А сейчас решать, приносить людям радость И нашим руководителям Они действительно были очень довольны У нас с нами ездили постоянно болельщики Которые ветераны белобережского футбола И не почти все выезды посещали им Они ждали этого очень сильно И мы их как бы не подвели Но опять же, исполнительные были в команде хорошие Я не про себя говорю, я про других ребят И Никита Бондарев нас сильно усилил И Володя Семин И Женя Лямцев Два года не играл И вот выстрелил сумасшедший сезон Молодец Запомнился Кстати, вот еще могу сказать Как ни странно Практически весь сезон прошли на одной ноте Не было каких-то провалов Обычно у команды бывают ямы Такие как ямы спортивные, физические, психологические А мы как-то вот с первого тура Вот как-то вот более-менее нас не колебало вверх-вниз Мы как-то шли-шли понемножку И удача была на нашей стороне Были много игр, где действительно удача была у нас на стороне Остается только поздравить Команду из Белых Берегов с чемпионством И с такой действительно стабильной Сбалансированной игрой Слаженной Молодцы По-другому и не скажешь Но я думаю, болельщики со мной Также согласятся И команда из Дядькова Александр в этом сезоне Показала тоже интересный Интересный, зрелищный футбол И тут также заслуга, я считаю, нашего гостя Тренера Игоря Анатольевича Хорошего И вот сезон 2020 года Это была бронза Этот сезон Это было серебро Но Игорь Анатольевич, до трофея рукой подать Да? То есть чем запомнился вам минувший сезон? Во-первых, что Должна быть стабильность, чтобы стать чемпионами А к стабильности нужно еще идти Сезон это запомнился тем, что У нас подобрались хорошие исполнители Главный дирижер этого ансамбля Или оркестра является Вадим Минич Возле которого плетутся все кружева И атак наших, и голы сам забивает И ассистирует партнером И я, вот ему 35 лет в этом году Но он еще бодр, молод Энергии достаточно в пору позаидовать Молодым футболистам подрастающим Он бывает отрабатывает сзади В подкатах стелется Иногда, конечно, его эмоции захлестывают И он много разговаривает Но я думаю, кто его хорошо знает На это не нужно обращать внимание Потому что человек импульсивный Заводится, играет Естественно, в этом году у нас много футболистов новых Которые усилили команду Возьмем с вартарской позиции У нас появился новый молодой братарь Иван Федоров Который в ключевых матчах Показал свое мастерство Когда Владислав Титов уезжал С своими молодыми футболистами На соревнования российские Он достойно сменил его на этой позиции И достаточно хорошо выступил В линии защиты у нас появились футболисты Они разрушали очень много Подчищали ребят Мы в этом году впервые начали играть в линию До этого у нас подбора игроков не было Чтобы играть, как все сейчас команды играют А в этом году мы это практиковали Я думаю, что удачно Хотя в некоторых матчах пропускали мячи Необязательные Но я думаю, что это будущее Если вот та линия, которая сохранится у нас Еще у нас Сысоев есть свой Никита Косенко Дима Кирюшин Которые достаточно квалифицированные Хорошие футболисты Я думаю, что линия защиты у нас Одна из самых таких в области И является лучшим Мы пропустили немного Немножко отстали от белых берегов И надежно играли Линия полузащиты у нас появились Новые ребята Это Максим Потапов Мы рады, что он усилил команду Они там в паре с Долженковым По очереди как-то Создавали хорошую боевую единицу И своим задором, скоростью Они пыхали по все брокетам Где-то не хватало за счет техники За счет они самодачи, конечно Очень помогали команде И в атаке, и сзади отрабатывали Естественно, никак не сказать О нашем джигите Который вернулся, пришел к нам Из карачевского спутника Этот человек с первых минут С первых матчей в команде Джигите для зрителей может быть Магомед Алишин Мага, как его добро все называют Он стал любимцем команды Стал любимцем болельщиков Его полюбили все И он своим задором, энергией И своим мастерством Во многих матчах показывал класс В атаке еще у нас из новеньких появился В втором круге Артем Байдуков Нам не хватало центрального нападающего Который нас три будет нагнетать Принимать Чтобы мяч сохранялся У нас в нашей команде И он, конечно, большую роль сыграл В втором круге Мы, в принципе, в втором круге Набрали больше всех очков Было единственное поражение у нас От Карачева Дома Но это Просто игра не клеилась В этот день А так все остальные матчи мы выиграли Даже ключевой матч Который состоялся с будущим чемпионом У них на поле Мы провели очень собрано И показали очень классный футбол Результат Говорит о том, что мы выиграли 4-1 И мне приятно, что после игры Позвонил президент клуба Поздравил с достойной победой И я думаю, что Что команда Белые берега Достойно заняли первое место в этом году У них в этом году Прекрасная команда была И микроклимат в команде Приятно, когда выходит команда Одинаковых костюмах Вышли на разминочку Приятно на них смотреть Мы пытались Но не все получилось Все на свое время Настоящий тренер Вот он помнит о своих бойцах Сейчас практически всю команду свою Боеспособную назвал И Игорь Анатольевич Говорили об исполнителе Вадиме Миничеве Затронули его Его и этот игрок признан Лучшим нападающим Федерации футбола По итогу сезона Этот игрок стал бомбардиром чемпионата 51 мяч забил В прошлом сезоне Он также становился бомбардиром Вот что Ну давайте скажем Откровенно Игрок украшения Наверное Всего чемпионата Приятно на него смотреть Приятно смотреть зрителям Как он владеет мячом Что для команды И может быть лично для вас На сегодня Вадим Минич Игрок Вадим Минич Я немножко вернусь Несколько лет тому назад Когда он пришел в команду Вроде бы в Луче Играл тогда В Луче А он после Луча Стал никому не нужен Не Брянскому, не Динамо Там был наш Знаменитый, великий Корнеев Который зарубил ему дорогу в Динамо И он играл у нас в команде Первый год он Отыграл где-то матчей 8-10 Забил достаточно тоже голов Он всегда забивал Больше чем один гол за игру Так скажем И вот С приходом Вадима Минича в команду Раньше мы играли и играли У нас не результат Не давлел на нас Просто играли в удовольствие Если получалось таково А когда Вадим пришел Он говорит Нам нужно играть в хороший футбол Нам нужно добиваться результата Для того, чтобы он остался в команде Я много чего делал И С приходом его Мы стали показывать хороший футбол Стали тянуться за ним молодые Взбодрились ветераны Которые давно в команде уже И Что? Вадим для команды Вадим для команды это все Это мозг команды Вот вы говорите Что стал бомбардиром лучшим Нападающим Я думаю, что это игрок Всего чемпионата Спасибо за такой комментарий Олег Ну вот Наверное Может мне так кажется В Белых берегах Как такового лидера нету Потому что настолько Профессиональная команда Настолько игроки Серьезного уровня Ну Есть в вашем составе Тоже рекордсмен Это нападающий Евгений Лямцев Ты говорил уже о нем 344 мяча Он забил Вообще В первом дивизионе Чемпионата в Брянской области В разных сезонах В этом сезоне Он также стал лучшим Бомбардиром Своей команды По-хорошему завидуешь Что можешь сказать Про своего коллегу Ну Нет Я уже говорил И Считаю Что Вот Те ребята Которые поиграли Там На одну ступеньку Выше Любительского Футбола Нашей области Хоть Кто-то немножко Поиграл профессионально Ну А приори Как-то бороться За лучшее Нет Это Не на том уровне Надо бороться Бывшим профессионалом Для достижения цели Надо бороться На профессиональном уровне А здесь нет Надо было понимать Перед сезоном В этом году Что У нас Был такой подбор Футболистов Что Много единоличных Ну лидеров Сами по себе И Женя Лямцев Во всех командах В которых он Играл Это бежица была Если не ошибаюсь Учху вас Глинич Он всегда был лидером И поэтому Перестраиваться Как-то Ну вот мы с ребятами Тоже Тут В команде Общались Перестраивать Его для командной работы Нет Где-то мы решили Наверное Подстроиться Под игру Для Под игру Под Женю Там Под Артура Горая Он у нас был Футболистом Тоже Сильно Индивидуалист Такой Может сказать Мы где-то Ребята Подстроились Под их игру Чтобы им было Комфортнее Олег Перебью На секунду А вот то Что Артур Все-таки Матчи Начинал Наверное Больше На замене Это то Что Женя Был в составе Да В основном То есть Они боролись За место В составе Как Ну наверное Да Почему Потому что Действительно Скамейка Была у нас Неплохая И Получалось Так И я сидел Тоже На скамейке Безопасных Вот Надо было Место В составе Выбивать Хотя Где его Было Выбивать На тренировки Больше Процесса нет Но об этом Мы не будем Упоминать Вот Поэтому Нет Просто так Наверное Это у тренеров Надо было Спросить Они такие Более-менее Одноплановые Футболисты И Женя И Артур Вот Но каждый Имеет Свои плюсы Вот Если Например К Жене Возвращаться Мы знакомы Еще Наверное С 2008 Года Когда Я вот В дубль Динамоски Попал И он Всегда Был Такое Знаете Как Наконечник Именно Реализовывал Моменты Вот Штрафной Из Штрафной Галы Забивал Артур Он Немножко Другого Плана Футболиста Артур Он С Хорошим Ударом И он Больше Атакует Из Глубины А так Как В этом Году Приходилось Играть В основном Первым Номером Все Команды Пытались От нас Защищаться И Садились В Глухую Оборону Ну В основном Зачастую То Ну Надо было Нам Человека Фактурного Впереди Для того Чтобы он Продавливал Что в принципе И Артур Это дело И Женя Это дело А если Завидовать Нет Да нет Ни в коем Случа Самое главное Что мы Привели Команду К очередному Чемпионству Команду Белыми Это их Первое Чемпионство Но вот С ребятами Привели К чемпионству Это больше Радости Дает О героях Бомбардирах Мы Затронули Тему Теперь давайте Поговорим об Антигероях Но опять же Если можно Так выразиться Игорь Анатольевич В вашем составе Есть игрок Товарищ Из Кот-ди-уара Который Получил За сезон 10 Желтых карточек Он оказался Самым грубым Игроком Да Я тоже Об этом знаю Грубым игроком Сезона Вот Это такой Вот Пылкий нрав Спортсмена Или Или Вот Позиция У него такая Что вот Приходилось Нарушать И то И другое Значит Смотрите Этот парень Очень талантливый Хороший футболист Хороший человек Он Практически В каждой Атаке соперника Принимает Разрушительные функции И Старается играть В прием Много карточек Которые давали ему Это Введение Судьи Дать Не дать Ну Во многих Ситуациях Я считаю Играет Что он играл Правильно И Понимаете Между У судей Придзято Относить Это Любимец Так же Как у нас Был Кулибали Это Любимец Публики Болельщиков Команды Они Очень добродушные Ребята Очень добродушные Ребята Но Когда выходит На поле Они Бойцы Они Не могут Уступить Они Стараются Играть В прием Отбор Мяча Начать Атаку Таких Футболистов Как он Я считаю В области Не очень Много Может быть Бондарев Там Бондарев Подходит Да А вот Он Очень Хороший Футболист Вот Вы затронули Еще одного Игрока Называли Кулибали А вообще С африканской Диаспорой Насколько Тяжело Вести Тактические Переговоры Насколько Они понимают Ваше Видение Футбола Как тренера Ну Ален Ален Он Русским Владеет В совершенстве Кулибали Немножко С помощью Переводчика Алена Мы Доносили Но В Кулибали Больше Минифутболист Минифутболист Да Минифутболист Он там Классный Футболист Он технично Может на пятаке На квадратном метре Двоих Обыграть Не заметишь Как А в большом Футболе Да Не все Получается Я не очень Хотел С ним Но Он попросил Меня Чтобы Уйти в Другую команду Из-за того Что Игрового времени Не хватало Ему Он мне писал И письма Ночами Что Почему Не играет Мы с ним Бесседны А на каком языке Писал Ну Есть переводчик Ага Интернет Здесь помогает Если не ошибаюсь Они братья Двоюродные Но это так Отступление Я их просто Хорошо Двоих знаю Если не ошибаюсь Они братья Здесь передача Дорогие друзья Переходит В новый формат Ну Хороший парень Хороший футболист Предлагаю поговорить Об аутсайдерах Турнира К сожалению Элиту областного Футбола Нас покинули Новозыпков Команда И Брасовский Олимп И вот как раз Матч Мебельщик Против Олимпа Стал самым крупным В чемпионате Счет 14-0 Олег Помнишь этот матч Вообще Что скажешь Об этих командах Я вам так могу сказать Наш тренер Дмитрий Кеннадьевич На установке Вот как сейчас помню Он сказал Что легкой прогулки Не будет Но выйдя на поле Когда мы играли Тот матч на Дисне На ровном поле И когда Мы разминаемся А наша команда Не разминается Перед игрой То уже понятно Зачастую Какой будет результат Вот Я думаю Что В связи С последними событиями Там В Олимпе Да Там И последние Наверное Чаши Это когда Герасимов Сломался Их лидер Вот Поэтому Конечно Немножко Они Немножко Это подкосило Но тем не менее Я вам могу сказать В первом круге Играя в локте Они дали Такой серьезный бой Давали Серьезный бой И например Что касаемо локтя Мне жалко Почему Потому что Ну у нас Ну локоть В локте мы играли В этом году Было нормальное поле Хочется просто приезжать В районы Города Там Где хорошее поле Чтобы поиграть Хорошее естественное поле Хорошее естественное поле Да Там Ну вот Мы играли в первом круге Шикарное поле было То есть Ну Очень жаль Что вы летели На самом деле Там ребятки Очень много местных ребят И И Хочется Чтобы вот Такие вот Команды были Существовали На энтузиазм Игорь Анатольевич Ну неужели Команды Такого низкого класса То есть Счет был огромный Практически В каждом матче Если еще По Брасовскому району Вот как Олег сказал То есть Сильная команда Но еще какие-то Вопросы Новозыпков Третий город области Ну неужели Не могут найти Футболистов Неужели Спортивным чиновникам Района Не нужен футбол Зачастую бывает Что не нужен Бывает Нужен для галочки Я знаю Прекрасно Сашу Который там Занимается Командой Выкачка Тренер Хороший Тренер Занимается И с детьми И с подростками И со взрослыми Но По поводу Новозыпкова Хочется сказать Что изначально Было видно Что Ну ребята Не подходит К первому дивизиону И видно было Что они вылетят А вот По поводу локтя Я могу сказать Что они достойно Выступали В чемпионате Мы с ними Там играли на выезде Выиграли 3-1 Ну Упорно играет Не было геры Но команда Билась И показывала Хороший Содержательный футбол Есть там Исполнители Хорошие И в центре поле Там футболист Хороший И справа Играют И впереди Наш бывший Футболист Дима Исаченко Цеплялся Ну команда Добротная И я думаю Что они не хуже Тех команд Которые Находятся Перед ними Они смотреть хуже Конечно Самый неприятный момент Этого чемпионата Был то Что гера сломался Кстати В матче Белыми берегами Скорее всего Там не сломался Просто Неаккуратно Сыграл С ним Защитник Который Мне очень нравится Но Трама Конечно Серьезная Неприятная И Мне кажется Если бы гер Остался в команде Они бы не вылетели Хочется Поэтому Сказать По этому поводу Вот Меня не было На том матче На кубку Это в кубком матче По-моему Случилось Но Сколько раз Пересматривая Вот этот Игровой момент Ничего я не увидел Там Такого Серьезного Предумышленного Вообще Ничего не было И любой Более-менее Футболист Который Немножко Какой-то Имеет отношение К футболу Он скажет Что там Не то Что красные Карточки Ну Желтая карточка Но У нас Никита Пострадал Никита Пострадал Если не ошибаюсь На месяц Оставили Просто Парни КДК Исполком Просто Немножко В курсе Эта ситуация Кто там Бил В колокола Что надо Футболиста Чуть ли не До Того Момента Пока Гера Не выздоровеет Отстранить От футбола Ребят Мы играем Футбол И Эти Травмы Они Зачастую Они Ну Футбол Без травм Не может быть И Здесь Был Грубый Подкат Никиты Может быть Но Он был Абсолютно По футбольному По футбольному По игровому Моменту По футбольному Было сделано И если бы Например Не травма Геры То даже Не было бы Фола Там Судья Если не ошибаюсь Он даже Фола Не свистнул И вот И Никита Говорил Он Немножко Сыграл Мяч Немножко Сыграл Мяч И потом Уже Пошел По инерции Дальше Но Просто Хочется Сказать Да Травма Да Очень Жалко Мы Помогаем Здоровье Гере Но Парень Никите Никто Не подумал То Что парень Остался На месте Без футбола И Та же Команд Белые берега Это был Август Месяц Мы играли Восемь Туров Нам Восемь Мачи Наверное В августе Было Без своего Лидера И вот Тут В этот Момент Было Немножко У нас Детки Не хватает Я немножко Не соглашусь Ну Во-первых У меня Были Достаточно Проще Ситуации Когда Человек Вот так Тоже Отрывается От земли В подкате Играет В мяч Желтая А тут Человек Сыграл В ногу Там Ну Как ты Говоришь Ну Любой Любой Я понимаю Играл Игровой Момент Красная Карточка Хорошо Красная Карточка Самое Обидное То Что Сломал Сломана Нога И Человек Лишился Футбола Вот Ты Говоришь Лишился Футбола Там На 8 Игр А Человек Лишился На Полгода Из-за Того Что Неаккуратно Согрался Это Футбол А вот Раньше Было В положении Сказано Что Человека Нанес Травму Футболисту Тот Футболист Который Нанес Травму Он Не Играет До Тех Пор Пока Тут Не Установится Вы Понимаете Что Это Глупости Я Говорю Пускай Красная Карточка За Подкат Месяц Пропуска Футбола Это Какой Т Наверное Эпизод Не каждый раз Не каждый сезон Такое происходит Возможность Течения Обстоятельств Но есть органы Которые принимают Эти решения Поэтому Оставим Это На Их Рассмотрение Мы Обсудили Комментарии Услышали И Тренера И Игрока По этому Эпизоду Иными словами Команда Локоть Мы ее Называли То есть Интересная Команда И Если По новозыбку Все Более-менее Так Понятно Или Непонятно Наоборот То Локоть Серьезные Ребята Сильные Хорошая Команда Доброс Олег Правильно Сказал Там поле Идеальное Хорошее Естественное Поле То есть Инфраструктура Тот же Новозыбку Там Бетон Дождь Прошел Вода Стоит А там Естественно Газон Приятно Играть Что Можем Сказать По Командам Которые Вошли В первую Лигу Это Свень Чемпионы Второго Дивизиона И команда Из Брянского Района Охотно Вообще Вы следили За Чемпионатом Второго Дивизиона И что Можете Сказать Об этих Командах Игорь Анатольевич С охотно Мы играли На кубок Обыграли 3-0 Играли Практически Не все Лидеры Играли Мы Можно сказать Вторым Составом Но Команда Понравилась Команда Хорошая Но Для того Чтобы Играть В первом Дивизионе Нужно Будет Конечно Усилиться Потому Что Мы Все Помним Как Тот же Локоть Входил Там Они Громили Всех А Вышли А тут В первом Дивизионе Немножко Уровень Я Не следил За Вторым Дивизионом Я Смотрел Таблицу Свень Вообще Не видел Как Играют Поэтому На слуху Да Хороший Футбол Показывают Тем более У них В втором Круге Они Усилились Ребятами Свень Ну На слуху Хорошая Команда Но Посмотрим Я по Свене Могу Сказать У меня Там Просто Приятели Играют Ну Это Тоже Я не видел Но Знаю Вот Этих Ребят Которые Играют Они Берут Коллектив Там Все Ребята Молодые Там Плюс Минус 30 лет Целой У них Своя Компания Они Все Вместе В основном Ребята С Фокин С Фокин Района Поэтому Там Они Берут Только Коллектив Ну И Плюс Еще И 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 Я думаю Они Свень Зайдет Достаточно Бодрые И Мне Кажется Они Еще Немного Усилятся Потому Что В такие Команды Хочется Идти Где Микроклимат Посмотрим Командам Пожелаем Удачи Удачи Интересные Команды Поглядим Как Говорит Новые Свежие Команды Да Одно Из Самых Актуальных В этом Сезоне Стала Тема Болельщиков Тема Зрителей Сначала В начале Сезоне Вроде Как Пускали Зрителей На Трибуны Потом Была Какая-то Пауза Летом Из-за Опять же Вот Этой Злосчастной Пандемии Потом Вновь Разрешали Болельщикам Вернуться На стадионы И Все же Все же В протоколе У нас Самый Зрелищный Такой Матч На котором Присутствовали Болельщики Воочию Его увидели Это матч В Дядьково Который Состоялся Александр Против Как раз Таки Мебельщик Белые берега 907 Зрителей По протоколу Присутствовало На этом Матч И вообще Наверное Олег Тебе Задам вопрос Насколько Тяжело Играть Без Болельщиков Без Зрителей Насколько Тяжело Добиваться Результатов Ну Если Касаемо Этой Игры То В Дядьково Вообще Тяжело Играть Даже Когда Болельщиков Нет То есть Даже Если вспомнить 15-й год Стародум Которым Мы с тобой Вспоминали Я помню Мы там У нас тоже Мы шли Вроде На кубок Мы с вами Играли По чемпионскому Да По чемпионскому Графику Но с таким Трудом Когда была Команда Там далеко Не самая Сильная Вот А так Конечно Это было Приятно И там И файер Шоу Ребята По-моему Устраивали Вот если Так как Дядьково Будут болеть В других Районах Вот тогда Футбол Будет Развиваться Популяризироваться Ну Для кого Мы играем Там понятно Мы не По телевизору Нас не показывают Но В отдаленных Районах Приходят Как правило На футбол Люди Преклонного Возраста Которые Ходят По 20 По 30 Лет На футбол И тут Раз Им обрезали Но это Вообще Дико Дико На свежем воздухе Посидеть Например В Кокино Мы играли Там вообще В стадион В лесу Шикарное же место Прийти Местным жителям Посидеть Не допускали В Белых берегах Хорошее Поле Хорошее Нормальный стадион Опять Не допускали И люди Смотрели Из-за забора Действительно В Белых берегах Нас смотрели Ребята Из-за забора На гаражах Сидели Чтобы посмотреть Глупости Футбол Без зрителей Для игроков Для тебя Насколько тяжело Это давление Что нету зрителей Не для кого Лично для меня Например Когда Футболист выходит Играть Мне кажется Там Немножко Не до зрителей Полностью Сконцентрирован На игре На своих Партнерах На соперниках На болельщиках Отвлекаешься Только в паузах Когда Там Какой-то Стык Или Мяч Ваут Улетел Там Или Замена Там Посмотришь Ну Действительно Дядька Удивил В этом году Круто Было Поиграть Да и матч Такой Нормальный Получился По-моему Боевой Игорь Анатольевич Вам слово По теме Болельщиков Я Продолжу Тему Олега Потому что Без болельщиков Это Это не футбол Не футбол Я Когда Руковожу Командой Сбру Броки Я должен Как-то Более-менее Слышать Болельщиков Но Я Отключаюсь Я Там На поле Что Футболисты Делают И До меня Доходят Очень редкие Комментарии Или Крики Болельщиков В этом году В этом году Какое-то двоякое Впечатление От болельщиков Осталось Ну Во-первых Разделились Болельщики На два лагеря В том году Была команда Мебельщик В этом году Александр Не каждый Болельщик Принял это Даже такое Имеет место быть Да И не приходили Люди На стадионы Потому что Команда Залась Приходили Но Не так Рьяно Болельщики Поддерживали Как раньше В том году Даже Локдаун Не разрешали Болельщикам Тоже на некоторых матчах За нами Болельщики Ездили На выезд За забором Стульчики Там Смотрели футбол Кричали Барабаны Поддерживали В этом году Уже не так Рьяно Как в том году Было Хотя Болельщиков Ходило Достаточно Когда Разрешали Ходить И Я могу сказать Что На футболе Присутствуют Большие специалисты И Кто поиграл У нас там На каждый матч Ходит Например Дядь Женя Курочкин Который Чемпион СССР СССР Области 61-го года Ходит до сих пор Болеет Рассказывает Как они играли Ну Интересный Человек Хороший футболист В прошлом Есть Болельщики Которые Приходят Там В горн Подудеть Там Барабан Постучать Покричать Поорать Там Есть Такие болельщики Например Сергей Ефремов Он Тот лидер Который Поднимал Это движение Все В этом году Такого движения Конечно Не получилось Как в прошлом году Но Я благодарен Всем нашим Болельщикам Которые идут С командой До конца Что бы ни Случилось С командой Там Была бы Мебельщик Александр Или какое-то Другое название Главное Что играют Там Добрая половина Дядьковских Футболистов Они приходят Поболеть за них И поддержать Нас И Приятно То что Приняли Тех ребят Которые пришли В команду Вновь Я думаю Что В Дядьково Одна из самых Даже не одна Самая Лучшая Группа Болельщиков Которые у нас есть Дорогие друзья Это были комментарии Наших экспертов По итогу Областного чемпионата По футболу Но Впереди У нас Дорогие друзья Футзальные баталии И Вы принимаете Участие В своих командах Так же В первой лиге Чемпионата По мини-футболу Чемпионата Брянской области Игорь Анатольевич Какие задачи У дядьковской команды Вот В этом году Появился Сбербанк Дядькова Ну естественно Мы попали туда Неспортивным путем Развалилась команда Сбербанк Брянск И Мы Так как Несколько футболистов Из этой команды Играло у меня Мы решили Играть В этой команде За эту команду Но Под Названием Той команды Которая была Сбербанк Город дядькова Для меня Я могу сказать Что это новое Потому что Я всю жизнь занимался Большим футболом Мини-футболом И занимался Мы ездили там В Лединовой играть Но мы приезжали Для того Чтобы поддержать форму Мини-футбол Это Большая стратегия Много тонкостей Футбольных Очень большую роль Играют стандарты Поэтому нужно изучать Тренироваться Готовиться И Мне учиться И ребятам Прогрессировать Мы Почему еще Решили в футбол Играть Своей командой Все вместе Сезон закончился Большой И стал вопрос Где нам дальше быть Чтобы Не Разбежаться По другим командам Мы решили Эту команду Сохранить На банкете Посидели Поговорили И остались Хорошее место Для переговоров Вопросы Кардинальные Для нас Не играет Никакая Ну вот А задачи Какие задачи Они вообще есть У вас В мини футбольном чемпионате Или это так Там где минич Там задача Там задача будет Потому что он Победитель Он хочет Выигрывать Каждый матч Я тоже победитель Хочу выигрывать Каждый матч Но главная задача Но главная задача Все таки Это поддерживать Игровую форму Не получить травму Что чревато В мини футболе Больше чем На траве Вот это главная задача Чтобы участие принимать Быть вместе Олег Он там мини футбол Играл Более-менее Профессионально А так Мы Ну для себя Поиграть Провести выходные Подвигаться Встретить с ребятами С приятелями Выиграть Дай бог Игры Обсудить Это ж Мы же ради этого И пока есть Возможности Надо обязательно Это делать Интересно Да Будем В этом году Да В этом году Я думал Явных лидеров Нету Прогноз Олег Прогноз Ну прогноз Не знаю Я Я поставлю На мебельчик Белые берега Игорь Анатольевич На мебельчик Вы поставите Дядька Сбербанка Сбербанка Если Весь Дядька Играет Этим Дивизионе Будут Принимать Участие Это Очень Хорошо Я Могу Скать Что Очень Хорошая Команда Биверс Чемпионы Которые Нет Ну Там Играет Ребята За Не Один Год Вместе Они В Большом Футболе И Мини Футболе Вместе Они Друг Друга Понимают Знают Что Как Играть Куда Бежать Как Открываться Куда Отдать И Тем Более Я Смотрел Несколько Матчей Понравилась Команда Они Наверное Будут Фаворитами Этого Чемпионата И Ну Да И Где-то Команд 8 Которые Могут Отнять Очки У Любой Команды В Этом Сезоне Будет Интересный Чемпионат Ну Мне Очень Хотелось Чтобы В Лидерах БЛН Наша Команда С Интересом Будем Наблюдать За Мини Футбольными Баталиями 12 Команд У Нас Разыграют Места Первой Лиги Чемпионата Давайте Смотреть Наслаждаться Мини Футболом После Сезона Будем Наслаждаться Большим Футболом Как Всегда Мы Это Любим А На Это У Нас Все У Нас Гостях Были Игорь Анатольевич Хорошев И Олег Шилютов Живите Спортом И до Новых Встреч До свидания До свидания Продолжение следует